Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Сейчас у нас на прямой связи присяжный адвокат Дмитрий Скачков. Добрый день. Доброе утро. Да, я знаю, что недавно были приняты изменения в закон, который регулирует деятельность адвокатов. Я так понимаю, реакция была неоднозначная. Может быть, чуть-чуть поясните, поскольку, наверное, большинству жителей Латвии в тот или иной момент жизни приходится обращаться к адвокату с разными ситуациями, отнюдь не всегда связанные с какими-то уголовными деяниями. Но все-таки адвокат – это такой юридический консультант, который идет по жизни рядом, наверное, как у многих стоматолог, семейный врач, наверное, адвокат, по крайней мере, цивилизованным. В принципе, на сравнении нужно чаще обращаться к специалистам, в том числе и к нам. Да. Вот, может быть, несколько слов об этих изменениях. Это усложняет работу, упрощает. Что это, может быть, для клиентов, адвокатов значит? Может быть, это сужает какие-то возможности адвокатуры на данном этапе? Мы говорим о поправках к закону об адвокатуре, насколько я понимаю. Поправки вступили в силу 16 марта. В принципе, в них есть хорошее, есть плохое. В основном, к счастью, на этот раз хорошее. Эти изменения, эти поправки ожидались очень долго. Наконец-то, после многолетних дискуссий, в которых, к сожалению, многие коллеги из некоторых больших бюро проявили непонятный и нерациональный консерватизм, наконец-то удалось добиться того, что бюро присяжных адвокатов могут регистрироваться как коммерческие общества, как общества с ограниченной ответственностью и персональные общества. Что это означает для наших клиентов? Более прозрачные и понятные финансовые условия сотрудничества. Соответственно, напрямую, конечно, это клиентов не коснется, но им станет удобнее с нами работать, и в этом смысле, конечно, это полезная инновация, полезные поправки. Помимо этого, там есть и другие новеллы. В частности, в законе закреплена обязанность адвоката повышать квалификацию, закреплена ответственность за неисполнение этой обязанности. Это, пожалуй, тоже важно, хотя, на мой взгляд, гораздо менее важно, потому что все нормальные адвокаты всегда без всякого кнута, без всякого пряника повышением квалификации занимались. Ну, в общих чертах вот так вот. Что еще хотел бы сказать? Хотел сказать, что за бортом этих поправок остались некоторые важные вопросы. Вопросы обеспечения конфиденциальности нашего персонала, в частности. К сожалению, пока так, но я думаю, мы к этому вопросу еще вернемся, и это действительно важно не только для нас и для удобств нашей работы, но и для наших клиентов, которые должны быть уверены, что все, что они расскажут и покажут своим адвокатам и их сотрудникам, останется там, где и должно остаться, между адвокатом и клиентом. То есть мы не можем сейчас говорить, что вот возможности адвокатов, ну, представлять интересы своих клиентов, защищать клиента, они каким-то образом сужаются вот за последнее время. Этими поправками нет, есть много других. Да, вот я к этому веду. Ну, посмотрим так немножко шире. Пожалуй, самой острой темой последних, даже не лет, а последних двух созывов Сейма, нынешнего 13-го и предыдущего, было постоянное стремление законодателя сужать процессуальные права и самого лица, вовлеченного в процесс, будь то обвиняемый, подозреваемый, задержанный, иногда и потерпевший, как ни странно, или адвокат, который оказывает этим лицам юридическую помощь. Закон об уголовном процессе меняется достаточно регулярно, как правило, в сторону сужения этих процессуальных прав. Например, печально уже известный закон от 11 июня 2020 года, который вступил в силу недавно, он ограничивает, например, длительность судебных прений. По сути, тем самым законодатель, конечно, сужает возможность и не только обвиняемого защищаться в суде, но и возможность потерпевшего представлять свою юридическую позицию в суде, потому что потерпевший и так уже по прежней редакции был ограничен во многом. Закон устанавливал, что потерпевший может высказываться по вопросам компенсации причиненного ему вреда или по вопросам наказания. Ну, соответственно, если еще и ограничить длительность дебатов, судебных прений, права и возможности отстаивать свою позицию сужаются для всех участников процесса. Это, конечно, недопустимо, это достаточно непродуманно и, в общем-то, нацелено, пожалуй, на один или два судебных процесса, которые в нашей стране идут в течение многих лет. Да, мы понимаем, на чем намек, ну, к примеру, вот это вот самое такое, не знаю, громкое решение последнее. Вот это написалось под Лемборгой. Под Лемборгой, конечно. Ну, вот с другой стороны, если сейчас мы абстрагируемся от фигуры Лемборга, я понимаю, что тяжело, наверное, это сделать. Действительно, это был важный такой судебный процесс, такой знаковый и вердикт, наверное, был для многих неожиданный, по крайней мере, первой инстанции. Но все-таки, если мы говорим об этих судебных прениях, можно ли провести параллели, ну, вот не в смысле, что я с вами полемизирую, а пытаюсь разобраться, не знаю, с заседаниями СЕИМа, где время от времени, вы, наверное, тоже знаете, правящая коалиция пытается ограничить время дебатов в оппозиции. Естественно, оппозиция возмущается, говорит о том, что их права ущемляются. Наверное, с этим можно согласиться, но ведь, если так вот положа руку на сердце, мы же, в принципе, зачастую понимаем, что все эти дебаты, ну, в зале СЕИМа не приведут к тому результату, на который, не знаю, надеется оппозиция, если она еще на что-то надеется. Все равно будет все принято, что называется, в одну калитку. Нет ли такого ощущения, что и дебаты фактически в зале суда, да, они в какой-то степени, ну, мало влияют на то решение, которое сформировалось у судей? И фактически это больше, наверное, имеет такое психологическое значение, возможность высказаться и обвиняемому, и потерпевшему. Или я не прав? Вы правы только отчасти. На самом деле есть на свете нормальные судьи, которые внимательно слушают участников процесса и приходят в зал суда, ну, может быть, с каким-то мнением, но не с готовым решением. И вот для этих судей есть смысл говорить, есть смысл им что-то объяснять. Именно по этой причине Европейский суд по правам человека в своей практике однозначно признал, что заключительное выступление с аргументами сторон это очень важное средство правовой защиты. И спорить с этим выводом, наверное, оснований никаких нет. Это, в общем-то, если продолжать вашу АБИК-аналогию, и к парламенту относятся. Например, если защитник говорит в процессе с судом, который его слышать не хочет, то есть суд следующей инстанции, который сможет оценить его аргументы. Для политика суд следующей инстанции – это избиратель. Поэтому очень важно, чтобы разнообразие точек зрения существовало и в рамках законодательной власти, и в рамках судебной власти. Больше того, я соглашусь с теми коллегами, которые, допустим, к ограничению длительности судебных премий относятся более терпимо и говорят, ну, если применять эту норму разумно, то, может быть, ничего страшного и не будет. Есть люди, которые забалтываются в зале, и суда их надо ограничивать. Но дело-то в том, что писалась эта норма не для того, чтобы ее разумно применять. Если мы почитаем документы, связанные с принятием, аннотацию, допустим, стенограммы заседания юридической комиссии Сейма, то мы увидим, что некоторые должностные лица, которые активно поддерживали эту поправку, говорили примерно следующее. Ну, если нельзя вообще без дебатов, ну, давайте их хотя бы ограничим. То есть, в общем, желание вообще не слышать другую точку зрения достаточно ярко в нашем обществе проявляется, как говорили некоторые политики недавнего прошлого, на всех уровнях. Так что это, к сожалению, печально. Особенно если это идет в комплекте с другими поправками, с такими, например, как обязанность лица, имеющего право на защиту говорить правду и так далее, и так далее, и так далее. Об этом можно говорить часами. Да, ну вот это тоже интересно, что, с одной стороны, есть обязанность говорить правду, можно подумать, что есть обязанность умышленно врать, да? Тоже так забавно это звучит, но, с другой стороны, есть же и право у подозреваемого лица не свидетельствовать против себя и вообще отказаться от дачи показаний. Надеюсь, пока это не отменено. Нет, пока это не отменено, но есть ряд ситуаций, когда фактически лицо не может этим правом воспользоваться или, скажем так, поставлено перед очень опасным для себя выбором. Это, например, случаи, когда лицо одновременно является подозреваемым, например, или имеет иной статус, дающий право на защиту. То есть в отношении этого лица высказывается предположение, что оно виновно в преступлении, и в то же время арестовано имущество этого лица. И человек или юридическое лицо должен доказывать законность происхождения имущества. И вот с одной стороны он должен говорить, с другой стороны он должен молчать. Что ему делать в этой ситуации? Законодатель на эти вопросы ответов четких не дал и, видимо, не планирует в ближайшее время, судя по самым новым, последним поправкам, которые не затронули этой темы вообще. И это разочаровывает. Да, вот вы упомянули вот эти поправки, которые, возможно, писались под конкретных персонажей, ну, в частности, Лэмборга. Не есть ли это такой сигнал, допустим, суду, еще до написания приговора, я сейчас говорю о суде первой инстанции, что вот такова позиция государства, если уже дебаты ограничиваются, ну, это почти враг народа, уже нужно делать выводы при написании приговора? Вы провели сейчас интересную параллель насчет врагов народа. К счастью, наше законодательство далеко еще не дошло до тех пределов, до которых в свое время доходило законодательство советское, но в целом, если мы возьмем знаменитый закон от 1 декабря 1934 года, по которому действительно проводились массовые репрессии, достигшие своего пика в 1937-38 годах, то он шел по похожему пути. Там действительно ограничивались прения сторон, там ограничивалось право на обжалование приговора, там предполагалось, что приговор по достаточно сложному делу должен быть вынесен в тот же день и в тот же день исполнен. Ну, не нравятся, конечно, политикам и некоторым представителям судебной власти такие параллели, но их трудно не проводить, когда столько похожих черт у законодательных инициатив. Да, еще такая вот, к тому, что вы сказали несколько минутами ранее по поводу того, говорить или нет, сразу вспоминается такая другая печальная аналогия, что является царицей доказательств, говорил печально известный Вишинский. Это признательные показания самого подозреваемого. А знаете, в чем дело? Вишинского, кстати, стоит почитать. Это был далеко не глупый юрист, хотя абсолютно, ну, скажем так, в плане правосознания и человеческой порядочности деградировавший человек. У моего наставника Илма Рабишера на полке была книжка Вишинского, изданная на латышском языке в начале 50-х годов. Теория доказательств судебных. Я почитал эту книжку в свое время. Так вот, что пишет Вишинский? Он говорит буквально следующее. Если мы расследуем контрреволюционное преступление, но мы же не можем рассчитывать, что контрреволюционная организация все свои заседания протоколировала. Поэтому решающая роль в таких процессах принадлежит признаниям обвиняемых и свидетельским показаниям. Логичный вывод? Логичный. Но если мы посмотрим на наши дни, то мы увидим, что существует много других видов доказательств, которые нельзя игнорировать. Поэтому все попытки применить некие такие иезуитские теории, имевшие место в прошлом, и не лишенные, может быть, рационального зерна, или выработать новые, они не соответствуют прежде всего реалиям. И рано или поздно о реалии и о факты нашей жизни разобьются. Я в данном случае, кстати, не имею в виду конкретное одно дело. Нет, нет, конечно. Я говорю в целом. Когда вы говорите на отсутствие протоколов контрреволюционных деятелей, здесь другие как-то нас сегодня потянуло на параллели, хотя это, наверное, любая аналогия хромает, как кто-то точно заметил. Но вот сейчас такая интересная уже эпопея стала с попыткой выяснить, был ли там какой-то умысел, или это была халатность, преступная бездейственность и так далее по поводу всей этой эпопеи с вакцинами. И когда, насколько я понимаю, идет одно служебное расследование, другое выясняется, что протоколов заседаний-то нет, хотя у нас 21 век. Я так понимаю, что, видимо, записей тоже нет, я имею в виду диктофонных. Я понимаю, что вам, наверное, как адвоката тяжело быть прокурором, наверное, это и не надо, но вот с другой стороны, многие задаются вопросом, а как это может быть? У нас есть госуправление, у нас есть ответственные работники, у которых есть свои должностные обязанности. Они проводят заседания, не где-нибудь там, не знаю, в кафе или в подворотне, а в кабинетах Минздрава. И нет протоколов, то есть нельзя свести концы с концами. Получается, в общем-то, мы с вами Вышинского вспомнили ко времени, и, может быть, кто-то из наших радиослушателей даже поностальгирует сейчас. Ну, интересно. Что касается государственного управления всей этой ситуации с вакцинами, думаю, что общество однозначно имеет право на одно, на то, чтобы эти случаи были тщательно и беспристрастно расследованы. Потому что общество дало исполнительной власти, и, кстати, законодательной тоже отчасти, год на решение проблемы, которая называется пандемия COVID-19. Думаю, что значительная часть общества не видит за этот год большого прогресса в решении этой проблемы. Зато видит большое желание рассказать, что у нас очередной Wakesness Test, что вот мы вот-вот всех вакцинируем, и все будет хорошо, и ничья бабушка не помрет. Но, пожалуй, что общество в этой ситуации имеет право на очень четкие вопросы, в том числе и юридического характера. И ответы на эти вопросы, конечно. Да. Ну что ж, будем надеяться, что мы дождемся вот этих ответов. Еще есть, наверное, одна тема, которую нельзя не обсудить. Тоже такая актуальная тема последнего времени. Все, что связано с древопорядочными приобретателями. Так это, наверное, можно перевести на русский язык. Все началось вот с сюжетов в СМИ, из которых явствовало, что, ну, известный в обществе человек, художник может остаться без жилья, но фактически на улице, поскольку он приобретал квартиру у покупателя, который, в свою очередь, я так понимаю, тоже уже успел ее приобрести, у человека, который якобы ее получил по завещанию, не будучи родственником умершего, у которого не было родственников. Это я так вкратце рассказываю. Ну и депутаты Сейма в попыхах, пытаясь, может быть, реагировать, опять-таки, на конкретный случай, приняли поправки, которые вот эту группу добропорядочных приобретателей защищает, но, я так понимаю, не защищает и остальные группы добропорядочных приобретателей. Может быть, несколько слов для пояснения. Да, к сожалению, это так. Видите, я последнее время, наблюдая за деятельностью законодателя судов, отчасти исполнительной власти, вспоминаю знаменитый афоризм Виктора Степановича Черномырдина. Никогда такого не было, и вдруг опять. Так вот, проблема добросовестных приобретателей на самом деле не новая. Это никогда такого не было, а это опять. Такие проблемы время от времени возникали с автомобилями, с тракторами. Кстати, почему их упоминаю? Потому что это имущество также регистрируется в публичных регистрах, как и недвижимость. То есть тут есть определенное сходство в правовом регулировании. Ну, я уже не говорю о деньгах. Деньги, конечно, движимое имущество – это другая вроде бы разновидность, но деньги тоже в основном существуют в безналичной форме, и их потоки тоже отслеживаются. Соответственно, есть тоже определенное сходство правового регулирования. Так вот, возникает вопрос, почему законодатель дождался вот этого вопиющего случая, когда честный человек пострадал, пострадал незаслуженно, и на это, к счастью, обратили внимание журналисты, и только тогда принялся за решение этой проблемы. Мне кажется, этим стоило бы заниматься раньше. Ну, а если уж это не сделано было своевременно, то, наверное, сейчас нельзя убирать вопрос добросовестных приобретателей из повестки дня и считать, что если вот помогли одному человеку, то все, проблемы не существуют. Проблема есть. И не одна проблема, связанная с имущественными вопросами в уголовном процессе. То есть, в принципе, требуются какие-то изменения, где бы четко было оговорено, кто такой добопорядочный приобретатель и каковы его права? Да, необходимо распространить регулирование, касающееся добросовестных приобретателей, и на собственников других видов имущества, не только недвижимости, зарегистрированные в земельной книге. Необходимо также провести тщательную ревизию всех поправок, которые принимались с примерно 17-го года по нынешнее время, касающихся имущественных вопросов в уголовном процессе. Они были в основном ограничительны по отношению к собственнику имущества. И если, может быть, некоторые из этих норм и устояли бы в случае их оспаривания в Конституционном суде, то, может быть, не стоит дожидаться, пока начнутся эти процессы. Может быть, стоит обратить внимание на качество закона, который у нас сейчас действует. Да. А если вот сегодня получается так, что к вам как адвокату, но обращается пострадавший, да, порядочный приобретатель, который, в принципе, полагался на данные публичных регистров, где не было никаких отметок, что есть ограничения на приобретение того или иного имущества, и он оказывается пострадавшим. И вы, зная вот это несовершенство законодательства, можете, я не знаю, уповать на то, что суд все-таки не будет слепо просто смотреть только на букву закона, а не будет смотреть и на дух закона и поступать, как вообще, в принципе, полагается суду по справедливости? Уповать нет, бороться – да. Используя то регулирование, которое есть. В конце концов, в действующем регулировании предусмотрена обязанность собственника доказать законность происхождения имущества. Ну, соответственно, можно, трактуя эту норму, говорить о том, что человек, приобретший имущество и убежденный в том, что он покупает его у законного собственника, имеющего законный титул на это имущество, доказал его законное происхождение. Но это сложно. Это уже нужно думать и интерпретировать закон. И не каждый судья этим будет заниматься. Поэтому лучше уточнить регулирование на бумаге. Черным по белому. Да, вот, может быть, еще один вопрос, он, наверное, связан с работой правоохранительных органов полиции. Вам часто, наверное, приходится по роду деятельности как адвокату или защищать потерпевшего, или подозреваемого. Недавно прозвучала такая цифра, что на отдельных следователей или дознавателей, сейчас так правильно их называть, приходится десятки, а то и сотни уголовных процессов. И они пытаются, не знаю, пытаются ли уже, или отчаялись свести концы с концами. Но как это вообще возможно? Это же о каком качественном расследовании может идти речь, если дознаватели так перегружены? Есть два пути, как решать эту проблему, которая действительно есть. Но, наверное, она не уникальна для Латвии. Даже в более богатых и преуспевающих странах существующая проблема. Один путь – это менять в корне подход к возбуждению уголовных процессов и вместо принципа обязательности уголовного процесса вводить принцип целесообразности. Частично что-то похожее у нас уже есть. Можно отказать в возбуждении процесса за малозначительность, но круг таких случаев достаточно невелик. Или другой путь – это правильно расставлять приоритеты и укреплять полицию. В общем, будем предельно откровенны, может быть, даже немного циничны. Чего граждане в первую очередь ждут от государства? То, что оно будет вакцины распределять или, не знаю, трудоустраивать кого-то в муниципальных учреждениях или обеспечить нормальную полицию? Нормальная полиция – это первая основная элементарная функция любого государства. Поэтому полиция должна быть приоритетом. Она должна быть хорошо оплачена, обеспечена ресурсами. И в ней не должны работать, по крайней мере, по возможности, некомпетентные специалисты, у которых за плечами несколько месяцев курсов и нет ни малейшего желания улучшать качество своей работы и повышать свою квалификацию. Между тем, не сказал бы, что за все 30 лет независимости такой подход одержал бы победу. Впечатление такое, что полиция, она, конечно, нужна, но есть тела поважнее. Вот бюро по вакцинации, например. Да. Печально известно. Это печально известно, конечно, бюро. Вот это я никак не могу себе представить, как вообще бюро могут возглавлять люди, бюро вакцинации, которые о вакцинах не имеют ни малейшего понятия. Ну, видимо… А в советское время это называлось «разобраться по партийным». А, логично, да, действительно. Многих даже перемещали на ту и иную должность по партийному направлению, не справился на одном участке работы, обязательно направляют на другой участок работы, на повышение, кстати, самое удивительное. Да, так вот, к другому вопросу, не зная здесь по партийной линии или нет, но вот на одном из последних заседаний правительства, с одной стороны, вроде бы логичное решение, но оно звучало как-то так забавно, когда премьеру докладывали очередное информационное сообщение о развитии финансовых институтов, то есть о том, что нужно поддерживать банки, чтобы была финансовая активность. И премьер Каринч, видимо, с одной стороны, вспоминая о своем замечательном выражении о капитальном ремонте, сказал, что, вы знаете, ну, теперь с регуляцией банков у нас уже все в порядке, дальше уже регулировать некуда, теперь уже можно начинать развивать банковский бизнес. Да, и сразу вот в связи с этим такой вопрос. Мы знаем, что за последние два года была принята масса, даже у нас не хватит эфирного времени все это обсуждать, масса разных поправок в законы, прежде всего, вот закон о предотвращении, отмывании средств, добытых там преступным путем, там и предотвращение, вот финансирование терроризма, очень длинное название у этого закона. И так действительно отрегулировали банки, что они уже, не знаю, вздохнуть боятся, и самое главное, что под ударом уже оказались давно не резиденты, которые уже прогнали, но и резиденты. Вот что с этим вообще делать, потому что мы понимаем, ну чисто даже по-человечески, что сейчас политики не начнут посыпать голову пеплом и говорят, ой, мы тут погорячились, мы ошиблись, мы опять-таки действовали некомпетентно, ну сейчас мы возьмемся за ум. И поэтому, естественно, они пытаются как-то это все дело замять, да, даже проводят семинары для судей, где им объясняют, как им нужно правильное решение принимать, что тоже весьма пикантно, да, когда судьям, будучи независимым, какие-то чиновники говорят о том, что не, вы не так, зачем вообще свидетелей заслушиваете, здесь же должно быть все ясно все-таки. Я так понимаю, вы говорите об этом ставшим достоянием гласности семинара. Семинария, да, ну вполне возможно, что что-то не стало достоянием гласности, но я пользуюсь как принцип, когда какие-то чиновники, которые по существу могут быть одними из сторон в судебном процессе, да, говорят о том, что не, вы не так вообще работаете, мы сейчас вас научим, как нужно расследовать вот эти финансовые преступления. Да, опять впору вспомнить, впору вспомнить, никогда такого не было, и вот опять довольно старая на самом деле история с попытками повлиять на суд, научить суд выносить угодные кому-то решения. Но, наверное, начать надо с первой части вопроса. У банков-то на самом деле все хорошо, потому что им все можно, в том числе по закону о предотвращении финансирования. Опять все у банков хорошо. А что у них плохого? Они могут закрыть счет, потому что им кажется, что это клиент с высоким риском, да, то есть они даже не констатировали никаких признаков отмывания. Ну, вот им кажется, что клиент с высоким риском. Все хорошо. Не отнести деньги в банк сейчас практически невозможно. Наличный оборот ограничен по максимуму. Безналичный происходит в такой форме. И, конечно, от этого в современной экономике уйти нельзя, да и не нужно. Нужно контролировать финансовые потоки. И в этой части государство абсолютно право. Но не может существовать экономика только ради удобства бюрократии и банков. Банки – это все-таки кровеносная система экономики. Существуют они все-таки для клиентов. Поэтому пора обратить внимание и на защиту интересов клиентов. И ограничить возможность закрывать счета без объяснения причин. Также, наверное, в комплексе, скажем так, решать вопросы с доказыванием законности происхождения имущества. Это уже вопрос, лежащий вне закона превентивного о предотвращении отмывания. Ну, я об этом говорил уже немного, не буду повторяться. Да. Не вредное время. Ну, а посыпать голову пеплом, конечно, политики не будут. Да, но ведь что… Избиратели посыпают голову пеплом, кого они выбрали. И, может быть, тогда жизнь будет немножко меняться. Нет, ну я просто говорю к тому, что вот эти все процессы, где действительно людей подозревают, даже не людей, а юридические фирмы, в том, что они могли получать эти грязные деньги. Но ведь тогда получается, что процессы эти очень затягиваются. И доказать, что ты, не знаю, не верблюд, крайне сложно. Да если бы они только затягивались. Нету четкого юридического критерия, что такое отмывание. То есть, да, в законе определение дано. Действия, которые направлены на сокрытие незаконного происхождения имущества и так далее, и так далее, и так далее. Но, как только мы касаемся уголовного процесса, мы, упрощенно говоря, приходим к ситуации, когда следствие, обвинение, суд могут констатировать факт отмывания просто на том основании, что деньги перемещались со счета на счет. Это трактуется как действие по легализации. Деньги меняли собственника. Это делалось, по мнению следствия или обвинения, или суда, с целью сокрытия их происхождения. Собственник имущества не убедил никого, сколько бы он там ни распинался и ни рассказывал, зачем нужны были эти переводы и сделки, и все. Соответственно, отсутствует на практике, я подчеркну это на практике, потому что иначе начнут разного рода оппоненты говорить о том, что на бумаге все красиво написали. На практике отсутствует четкий юридический критерий, который отделил бы обычные денежные переводы, и обычные гражданско-правовые сделки от действительно направленных на отмывание грязных денег действий. Да. Вот, может быть, еще один вопрос, наверное, в завершении, хотя он нет, у нас еще время чуточка остается. Я думаю, наши радиослушатели помнят, что вы были одним из адвокатов, одного из, точнее, адвокатом одного из подозреваемых вот по этому делу Золи Туда, тоже заметно затянувшемуся. Что дальше? Может быть, чуть освежите в памяти. Я так понимаю, что после того, как вот этот полный приговор появится, будет время. Уже есть полный приговор. Уже есть полный приговор, да. Я так понимаю, что может последовать, судя по всему, наверное, прокуратура будет апелляцию готовить. Вот, может быть, несколько слов. Уже подан апелляционный протест. Уже поданный апелляционный протест. Но в следующей инстанции еще не назначено, когда это может состояться, да? Нет, следующая инстанция, я думаю, получила дело, но еще по понятным нам причинам не назначила его к рассмотрению. Все-таки требуется время, чтобы ознакомиться. А кроме того, очные судебные заседания сейчас проводить нельзя. Но что я могу сказать? Прежде всего, дело Золи Туда и приговор суда по этому делу, это очень положительный пример действительной независимости суда, действительной смелости суда и готовности выносить решение, которое соответствует закону, даже если это не то решение, которого ожидает некоторая часть общества. Поэтому мне кажется, что приговор по этому делу укрепляет доверие к судебной системе. И дело это было хоть рассмотрено достаточно длительный период времени, но рассматривалось в максимальном быстром темпе, который для этого дела мог быть. Потому что при таком объеме по-другому вряд ли что-то получилось бы вообще. Частично уже защита успела ознакомиться с протестом за своего клиента Андриса Гулбиса. И за себя могу сказать. Нас этот протест ничем не удивил, ни в хорошем, ни в плохом смысле. Там все, что мы уже пять лет слушали, и все, с чем в принципе суд обоснованно не согласился. Думаю, что если это все аргументы, которые есть у государственного обвинения, то не стоило тратить бумагу, нервы и время людей на то, чтобы такой протест подавать. Это было не очень правильно. Да, вот мы уже в нашей серии, как вы уже правильно заметили, никогда такого не было. Вот опять мы неоднократно наблюдали, ну, по крайней мере, за прошедшие 25 лет, когда политики, наделенные властью, ну, в частности, министры юстиции, пытались в той или иной форме указывать суду, судям, что они неправильное решение приняли, не тот приговор вынесли. И вообще, так сказать, за это им придется заплатить и так далее, и так далее. Но вот последняя перепалка вот этого Совета юстиции, так, наверное, это может перевести. Если это падаем, перепалка с министром юстиции господином Боденсом, который, я так понимаю, и в адрес председателя Верховного суда бросал критические заявления, и в адрес тех судей, которые, на его взгляд, вынесли неправильный приговор вот по этому делу о взятке, где фигурировали Маганеси, вот Осиновский, гражданин Эстонии. Вот как бы вы это покомментировали, насколько это такой факт тревожный, или это настолько обыденно, что политики пытаются вмешиваться, что не стоит даже на это обращать внимание? Двояки, пожалуй, комментарии. То, что на судей так или иначе давить пытаются, действительно не новость. Первый раз в своей жизни я с этим столкнулся, когда студентом был и был на практике. Когда я беседовал с судьей, у которой проходил практику, в кабинет зашел председатель суда и очень подробно начал суде рассказывать, как надо рассмотреть конкретное дело, не стесняясь. То есть присутствие, в общем-то, человека к суду, не имеющего отношения. Я говорю сейчас об этом случае, потому что ни это судья, ни этот председатель своих должностей больше не занимают, поэтому как бы... Можно сказать, да. Да, все это было давно и утратило актуальность. Но пример показателен. Я глубоко убежден, что не со всеми судьями это проходит, и не все председатели так делают. Но, честно говоря, за последние годы общество не достигло такого высокого уровня правосознания, чтобы сказать, у нас эти случаи единичны, это невозможно, тем более по громким делам. В целом, вся эта ситуация дискуссии между министерством, или вернее министром юстиции и Советом юстиции, меня, откровенно говоря, радует. Радует, потому что может эта дискуссия послужить началом для улучшения, серьезного улучшения работы судебной системы, для исключения всякого давления на суде, для обеспечения подлинной независимости суда. Потому что пока дискуссии в обществе по этому вопросу нет, пока все, грубо говоря, шито-крыто, ничего и не меняется. А вот сейчас конфликт возник, и хотелось бы, чтобы общество из этого конфликта вышло обновленным, в том числе и судейский корпус. И, в принципе, реакция некоторых судей на эти события очень обнадеживает и заставляет верить в лучшее. Да, ну что ж, спасибо большое. Это такая вот логичное завершение эфира. Дмитрий Скачков у нас был на прямой связи, присяжный адвокат. Большое спасибо. Спасибо вам. Счастливо. Спасибо вам.